всем привет зло хотел записать видос что-то вроде обзора на юнитов бар но скорее здесь вы сможете понять сколько здесь этих юнитов может быть что-то смогу рассказать то что я сам всех юнитов опробовать еще не успел играл в основном только одну фракцию и наверное надо приступать потому что очень много ну что ж две фракции у нас есть одна это армада вот их командир что про них сказать да ничего не могу сказать чем-то они у меня не вызывают ощущение что они армада мне кажется все наоборот они могли быть пор но в общем одна из фракций фракции различаются но какое какого-то стиля я не могу еще пока сказать конкретно какой фракции какой стиль ведение борьбы он действительно различается но бывает так что он различается на ботах техники а когда ты переключаешься с ботов на технику обратно то он меняется обратно этих фракций карта кстати сетон но здесь есть проход и в основном почти все юниты могут поводились так это командир core более округлый основном они одинаковые вот они 3000 здоровья очень много всяких статов есть оверчардж странно почему приходится идти а почти для него не отображается радиус оверчарджа он меньше чем радиус атаки а у него еще нет энергии кстати вот сейчас помните как суприме вас заставляют нажимать на все камни здесь я нажимаю правой клавишей на деревья или камни или и обломки делаю вот так и они все прокликиваются и он их собирает ну и 400 энергии стоит верчать что он кстати делает терраформинг из-за этого тени немного 5 но реально то есть терраформинг он производит есть обломки такие вот то есть вот здесь к сожалению нельзя нажать control shift чтобы найти их все на карте смотреть но для этого есть уай мод они здесь называются виджеты но точно так же если наведу на камень правой клавишей растяну на всю карту и они все прокликаются вот они вот второй а вот 3 4 и вот камни 500 они вот по всей карте прокликались сами это оверчарджи они уничтожают абсолютно все за один выстрел абсолютно все без исключений включая другого командира но здесь правда есть исключение если игра идет один на один и такую траншею мы вырыли и кстати танки а быть не всегда смогут такой траншеи проехать но это блин это я у меня уже уносит в дебри я только про командиров начал рассказывать мне уже уносит в дебри дпс у них небольшой как у пары т2 т1 юнитов кстати написано не к сожалению дпс так не пишут может быть я так его увижу лазер 187 дпс написано что лазер кстати у лазеров в этой игре дпс уменьшается с радиусом вплоть до 50 процентов то есть ну короче дпс у них небольшой и кстати как я понял наносится дополнительный урон по бомбардировщикам и истребителям почему вот так вот сделано было и под водой кстати дпс 200 уже под водой стрелять сильнее немножко странно он может стрелять под водой будет стрелять кораблям может быть плеймить может захватывать и здесь кстати он строитель и он очень мощный строитель командир но 300 билл павера павер 300 то есть как три инженера и даже больше вначале он довольно мощный строитель на некоторых картах один на один даже получается слишком мощный что оставляют дома инженера и идут вы на экспансию строяя нашим супер строителям потому что 300 300 билл павера просто масса не хватит он амфибия он может ходить по дну поэтому у нас здесь есть некоторые строения для строительства воде но также как суп римки часть строения нет например нет гидрокарбонки на радар есть сейчас сделаем свой радар радар у нас за горы не видит то есть но хорошо ставить на горе не знаю реально если ты поставишь радар вот так тебе нужно понимать что ты увидишь когда кто-то проходит в эту щель но что погнали по юнитом наверно то есть вот и командир самом начале игры он обычно строит немножко экстракторов немножко генераторов тут два вида генераторов нас ветряной генераторы солнечные про них все-таки чуть-чуть расскажу ветряной генератор добывается только сколько показано здесь солнечные генераторы добывается всегда 20 ладно не буду больше ничего рассказывать и так у нас здесь то есть четыре фабрики на выбор боты танки воздух и ховер и то есть вот они вот эти четыре фабрики и так боты уделяем от фабрику как видите она может выходить вверх-вниз и вправо здесь у нас есть инженер вот инженер 80 бил пауэр у командира 300 напоминаю он очень медленно ходит он 540 хп это немало как бы но и не очень много ходит медленно но он не такой дорогой он дает 7 энергии что некоторых картах неплохо чего у нас может он строить чего не мог строить командир гидрокарбонка на на это конструкторская турель у нее 200 билд пауэр и она стоит всего лишь 210 масса довольно таки нормально по энергии стоит стоит она то есть это может настроить инженер по моему стелс поле когда зажимаешь и быстрее камера двигается удобно командир не может строить стелс поле камеры может командир стоит достопудово может до камера может есть камера это это скрытая камера реально то есть ее построишь и она будет наблюдать платье как силен джуна вот эта вот штука ее сложно объяснить пока что это что-то вроде тмл ты против радара стелса ним скаутов все на пола она начинает строить ракеты все тмл еще инженер может строить вот эти турели они заслуживают блин отдельного объяснения сразу несколько механик у этой турели отличается от обычных турелей наверное так артиллерии я смотрю может строить инженер лагер не может очень дорогая артиллерия это то есть можно назвать т2 артой supreme командора или даже хуже это блин ты один арта но с огромным радиусом и она дорогущая 1250 очень редко когда она бывает хорошим выбором также здесь разные другие не гонки воздуха можно строить инженеру ну и он может строить т2 фабрику вот не стоит то есть можно вертеть то есть вот два фабрику он может стоить вот если построить на обломках обломки сначала нужно собрать все как супер имя а также т т полтора солнечный генератор может стоить только инженер этому только про инженера рассказали это не все он не может захватывать а также он может строить стелс масс экстракт я не знаю какая-то нужна супер горячая клавиша чтобы отвязать постройку вот проще тут сделано чтобы нельзя было промахнуть в общем стелс масс экстрактов очень очень бывает полезная штука не слишком дешевая но в некоторых ситуациях он просто игру может выиграть один х и потому что при взрыве он парализует лимитов буквально секунд на весь который вокруг него итак это мы рассказали про инженера следующий юнит наверное скаут радиус атаки очень маленький скорость очень быстрая пожалуй управляемость у него очень хорошая то есть он быстро разворачивается многие юниты в этой игре разворачиваются не быстро так где он у нас и у него 40 дпс 40 дпс и это без других там отчетов то есть он довольно быстро может убить инженера если особенно атаковать с разных сторон и этот юнит он очень быстро и быстро разворачивается он может атаковать один атаковать с разных сторон это важно потому что при атаке с разных сторон можно получить 190 процентов бонусного то есть это это сто процентов бонусного дпс что в общем-то стоит до 190 дпс и кроме первого выступала написано что у него есть сплэш но видимо он очень маленький очень но в общем это очень быстро юнит очень дешевый 15 масса 340 энергии и многие выбирают фар акцию для того чтобы их строить они очень хороши и в лейте для того чтобы байтить на них выстрелы некоторые выстрелы как бы стоит денег вот кстати он считается разведчиком и то есть вот они идут кстати юнит не могут стрелять друг сквозь друга поэтому быстро менять формацию и строится в линию может быть важно потому что они могут стрелять только перед собой если один стоит сзади другого он не сможет стрелять часто и например они могут окружить какой-то другой юнит который редко стреляет например они реально вот так вот я нажму и они его могут окружить и расстрелять видите задние не стреляют потому что потому что не могут то есть иногда вот я вот ставлю вот так в линию да и они слишком кучно стоят и там я не знаю чего именно может быть вы не хотите чтобы у них атака по площади попала и они кстати сбили деревья и реально можно сделать вот так например выстроиться в две линии можно показать вот так мы у них есть большая слабость это видно вот это джуна и то есть если я сейчас выстрелил этой джуна вот посмотрите какой большой радиус до стреляю у это кстати джуна у нее бесконечный радиус она может стоять по всей карте и это ракету станут убивает радары мины стелс поля и вот зеленые вот этот шторм он все идет и идет и если у вас идет большой спам этих скаутов они на входе в эту зону будут умирать 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 и умирать и мгновенно умирать и умирать это у нас был скаут наверное дальше нас пойдет резуректор раз так у нас есть что резуректить так это у нас что это не строительный бот вот подписано стелфи резуректор чинильщик реклэйм в общем тут все верно очень мало хп 200 хп довольно большая скорость скорость его основная вообще-то это очень полезный юнит вот именно боты боты сами по себе не самая крутая фишка точнее смысле не самая крутая вещь эти боты то есть вот и чем хороши они хорошо преодолевают горки всякие то есть вот он идет вверх по бугру можно сравнить это с вот этой машинкой она она медленно она сразу медленно вот она идет вроде бы по ровной дорожке а теперь мы посылаем ее на бугор и вот когда она идет на бугор она замедляется и иногда замедление еще больше то есть это маленький бугор короткий блор ну так вот куда его отправил вот она ладно это я сказал чем хороши боты они могут быстро преодолевать бугры они на некоторые места танк вообще не могут заехать пример мне кажется с этой стороны танк вообще может быть не заедет в общем это будет бот быстрый он может реклеймить там лес или обломки то же самое например если нам нужно зареклеймить вот это я могу сделать так они все обломки прокликлись их можно зареклеймить он иногда пригождается на базе если нужно на базе что-то зареклеймить он пригождается в атаке например чинить других юнитов починка бесплатные он не виден на радаре ну и так животные прокликали все этим самым как он очень быстро кстати резурект этих он их воскрешает он реально воскрешает и кстати появляется такой нимб над головой воскрешать можно абсолютно все вот не помню хоть что-либо что нельзя воскресить но есть одно как бы исключение если не осталось обломков как это сделать как вот показано здесь чему-то вот от этого не осталось обломков когда не осталось обломков уже не воскресить и монт за реклейми топать обломку вот такой резурект бот так очень хорошая штука то есть реально в этой игре не строят много фабрик потому что у фабрики всего лишь 100 build power то есть строит одну фабрику и ассистит ее и как видите юниты выходят с фабрики довольно быстро то есть нету проблемы в том что суприка в супреме нужно много фабрик тоже юниты долго стабы приходит здесь нет такой проблемы и часто ставят фабрику которая строится стоит 650 650 построить десяток этих ботов ну или даже если это игра с маленьким количеством экономики этих ботов могут построить 1 2 а фабрику за реклами ну или могут построить еще разведчик пальцы воздушку могут построить не знаю чуть-чуть чего-нибудь там инжа построить чтобы если что в два бота выйти из друг захочется имя выйти к 2 ботов а да да вот как и рассказывал выход че 2 перед проходит через вот этого бота то есть он строит по 2 технологии и не но другие тоже могут так что мы все про этого бота говорим у нас да ну да то есть его построили за рекламили фабрику главное его не потерять потому что он очень мало хп у него а так он вообще крутой что еще можно сказать еще одно все-таки мне хочется показать еще хоть это и разделы видео усилит намного но вот реально здесь есть кнопочка повтора кнопочка повтора представляете зачем мы здесь ладно давай нам нужно починить всех этих ребят они все починины ну ладно болею на слишком быстрых блин а это из-за что так но у корс чего да ладно странно мгновенно диссейб сам так их убивать туда можно не могу отключить нет не могу отключить чит потому что я отключил читы интересно вот что короче неважно ладно в общем если поставить его на repeat то команда чинить не пропадает он так и будет чинить как только что-то будет повреждено не могу к сожалению прям взять показать ну да не смогу показать не смогу если что-то построено под всех взорвёт листов мне кажется взрывом они урона не наносит наносит и вот он подошел и починил если бы не репит он бы не делала это же самое кстати идет про команду реклей мы то есть она не пропадет когда все за реклейминг он будет стоять и ждать пока туда что-то попадет и то же самое про команду воскрешение если поставить репит он будет все воскрешать в области пока не закончится и еще одна вещь это могут делать все констракторы здесь мы сделали что мы сделали дыркой я помню ям сделали есть команда рестор и он короче выпрямляет много короче команда рестор должна восстанавливать землю чтобы она осталась но снова ровный как бы как было то есть это не выравнивание здесь есть реформен но только взрывами и снарядами ладно мы слишком медленно движемся следующий год основной боевой бот пешка название то план грешен это пили у него большой дпс ну по прием по энергии прилично стоит по массе и поменьше большая скорость большой дпс неплохой показатель радиус видимости похоже блин это лучше смотреть лучше когда есть туман войны скорость игры здесь можно ускорять вот только 20 у этого у этого мелочи как раз таки которые забыл рассказать по скауту не очень хороший радиус видимости он из-за этого реально ценится у этого уже поменьше но тоже такой неплохой стреляет пульками дпс у него реально хороший урон мало он довольно быстрый может выворачиваться от всего так скорость ставим обратно и это основной боевой бот то есть их можно спамить и они реально могут обойти например других медленных ботов сзади обойти турели зайти сбоку с фланга окружить убить они хоть и мало здоровья мало радиус они плохие следующем наверное вас идет вот этот бот который мейс то есть этот стоил 48 массы этот стоит 130 массы вот это уже настоящий такой боевой бот то есть вот эти ребята они можно назвать их чем-то вроде т1 лобов хотя по сути лобами будет являться вот это эти разведчики по этой фракции они вот именно как лоба они не могут ничего победить но если что-то беззащитные они это победят это можно сказать усиленный лоб они могут победить и нормальных юнитов потому что они могут маневрировать быстро и окружить там воспользоваться временным преимуществом так вот эти ребята их снаряды летят не так быстро от этих снарядов можно вернуться эти снаряды у них летят больше как бы навесом иногда бывает что они имеют больше шансов стрелять надо как бы над этим у них уже хороший радиус атаки очень хорошее здоровье 800 и случае чего ими можно нападать а вот этими другими ботами лечить их сразу на поле боя а если кто-то умрет можно и воскресить воскрешение стоит 50 процентов массы энергии 50 процентов энергии починка бесплатно вот эти боты довольно больно бьют них сплэш какой у нас сплэш 18 сплэш и он реально при сплэш если три ботика там стоят вместе по ним по всем заденет но они медленно вот реально они медленно и стреляют не очень часто от них можно увернуться и то есть вот эти быстрые боты они реально могут от них уворачиваться и нанести как бы им в ответ большой урон это вроде считается как артиллерийские снаряды у них они как бы артиллерийские вот и но стреляют как бы они вперед но что здесь важно как бы я вот уверен сейчас попробую воспользоваться транс не уверен заметно ли это как самой или нет ну да заметно посмотрите радиус атаки увеличен на горе то есть с горы он будет стрелять дальше потому что он является артиллерийским я не уверен как бы как бы это работает вот на других блин остался не ушел сюда где он остался кажется это работает и на этого бота то есть high ground и плажи кстати на эту горку похоже можно просто забраться не нужно было сюда дропать то есть боты они могут реально ходить по горам а вот на это не могут пример ну так вот странно из горы стреляешь дальше такое довольно важное значение эту воду не могут так другой фракции кстати нет аналога скаутов аналог вот этого бота у них другой немножко есть полный аналог вот этого бота но по моему них чуть-чуть разделяю растатые чуть-чуть отличаются но у этого бота есть полный аналог вот наш следующий год наверное давайте ракетный бот ракетный бот него еще больше радиус атаки но снаряды летят еще меньше но зато у него сплэш еще больше 24 он в основном предназначается для атаки на турели самые обычные турели вот они то есть он стреляет дальше этой турели вот турель вот вот и он может атаковать турель пить турель быстро довольно умирает хотя дпс не все 41 но это потому что турель она реально то есть слабая этот бот стоит 120 а турель у нас стоит 85 кстати тут нельзя регулировать так что про этого бота сказать то есть он реально может кайтить но он не то чтобы слишком быстрый кп у него более-менее в основном используется для того чтобы кайтить больших количествах либо для уничтожения защиты есть улучшенная турель который больше радиус и у нее радиус равен радиусу этого бота но можно с чизить и атаковать по земле и урон будет носиться на вы видите чуть поменьше лучше на турель ну конечно есть вот такая турель и она уже дорогая и дальше нее он уже стрелять не сможет что-то еще про них рассказать не могу он стреляет по воздуху как кстати все предыдущие боты кроме вот этой вот этого разведчика потому что разведчик у него радиус маленького не стрелять все остальные стреляют по воздуху но тут можно нажать вот пробел и видите урон по воздуху 20 процентов от бомбер с 20 процентов пайпер с 20 процентов вдоль 20 процентов видов это то есть дан что здесь как нету модификатора то есть его ракеты они могут попасть по воздуху нанести больше урон чем если бы это были другие то есть то есть он чуть-чуть противовоздушные но его ракеты очень медленно летят поэтому против воздуха не очень плохи ну и вот нас обычный антивоздушный юнит ground fire мы не можем показать очень большой радиус как видите и вот это 800 радиус атаки вот он отмечен кругом и настолько же он видит в воздухе то есть там подписано внизу air line of sight то есть воздух видно дальше чем землю и самолета он видит за 3 земель и на такой радиус может атаковать самолет в этой игре убивается очень легко мы его на фиге он может ходить водой я вот не знаю можете на стрелять по моему должен так центурион это аналог вот этого бота у этой фракции это уникальный юнит эта фракция но он стреляет лазерами то есть он хорош против всяких легких юнитов вот этих скаутов он хорош против командиров тоже командиры тоже любит уворачиваться у него много здоровья то есть их легче бывает починить но в принципе это совсем не имба он очень дорогой 270 массы он тоже не быстрый но это такая блин махина для убийства если их чинить они может могут быть вполне себе очень хорошими если нужно почему-то вот типа попадать метка они тоже могут быть очень хорошими радиус больше радиус командир то есть один такой челик может закатить командиру до смерти при при достаточно стиле вот так вот и так мы просмотрели всех юнитов ботов я не знаю может видео закончится ладно и у нас пошла вторая фабрика это танки если ботов обычно начинается старт игры рекомендуют сделать два экстрактора там 23 генератора и делать ботов для танков рекомендуется сделать три экстрактора но это не обязательно это не является мега правилом экстракторы к тому же с этой игре могут разное количество масс приносить вот на этой карте они 18 приносит на некоторых картах это 2 и 2 на некоторых карт 16 где-то 08 где-то по всей карте они разные то есть например на спауне они приносят три на маленьких тракторах 16 а на миду все экстракторы приносят больше например вот например вот один экстрактор на оставе 16 приносит здесь один 8 вроде все вот то есть слон нельзя то есть ну прямо железных правил без нет можно и с одним экстрактором начать просто клуб вас меньше ресурс с нулем экстракторов но вот уж совсем туго будет итак у нас пошла фабрика танк она вот выходит только с одной стороны и и случайно легко случайно заблокировать поставить здание перед ней юнки не будут выходить ты один конструктор абсолютный аналог того же самого у ботов абсолютный аналог только он быстрее так на скорость 2x стоит скорость 1 0 всем медленно но быстрее чем ботов но вот быстро разворачивается этот не так быстро разворачивается здоровье 1240 очень мощный он может то есть они могут оба реклами танк скаутов если что чем они отличаются в общем то тем что этот может перейти в т2 танки а этот может перейти в т2 бот вот чем они отличаются но этот дороже то есть 135 массы против 110 и 1900 энергии против 1600 и он приносит 10 энергии между прочим на некоторых картах это реально может ролять можно строить вот эти турели они хорошо там работают все такое но эти турели не приносят энергии а вот этот конструктор у него 90 будет пауэра ты построишь два таких они хотя бы энергии будут давать то есть у этого 80 этого 90 эти машинки иногда используется много например настроишь и можно они могут друг другу чинить ремонт бесплатный они то есть быстро ставят турелек а потом друг другу че и пока есть страта но это обычный инженер по сути то есть если мы видели что вот мы сейчас обоих выделим и пошлем на эту горку увеличиваем на плюс 20 и видим что машинка остановилась все она не может она даже ближе просто уже не может все она не может в эту горку залезть они на этот инженер он может он все может поэтому меняем то есть инженеры и в некоторых местах они реально могут быть очень полезны то что иногда бывает на таких горах экстрактора или нужно поставить сада уже артиллерию то есть вот вот а радиус с горы а вот радиус без горы небольшая есть следующее тот же констрактор только амфибия build power меньше стоит дороже может ходить под водой тоже можно выйти в т2 в дополнение может строить всякие водные штуки о них попозже нет но он фактически аналог бота а видимо что-то вроде ницца то есть он может забраться на такие горы но видно вверх тоже медленно есть может собраться на такие горы ну а по сути он медленный аналог дорогой если занять микс под водой машинка для прокладки мин у нее есть джаммер джаммером в этой игре называется стелс то есть его не видит радар странно что он у него полем интересно видимо это чтобы мины было тоже не видно пока они строятся и он может строить камеры к сожалению мы не видим как быстро потому что у меня вот эти четыре причины он мгновенно стоит build power 40 написано то есть два раза меньше медленнее инженера он может реально строить стеночки сожалению не верно нам показывает самыми но скорость строительства но вот эти мины кстати вот это классно то есть сейчас мы построим побольше ну вот столько хватит выстроим в ряд и например мы хотим заминировать там средними минами вот это все так стоп 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 это все во первых вот я раскладываю мины и я могу менять на вот на z и x я могу менять насколько плотно я их ставлю то есть вот мне обязательно ставить это дорого для примера я выставлю плотность 5 и сказуем строить вот и они они вот прокликались 1 мимо за 1 я отменил теперь я делаю то же самое выбирая эти мины все могу поставить их в ряд зажав shift зажимая alt я ставлю их квадрат и теперь я нажимаю пробел и от 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 этого отжимая и каждый из них пошел строить свою мину то есть каждый из них пошел строить свою линию и они то есть пять раз быстрее примерно ну кроме того что они немного тупо выбрали как стоит они в пять раз быстрее будут строить то есть то же самое без зажатия alt я оставлю стеночку и зажимаю пробел и ускоряем и каждый из них идет строить свой сегмент стеночек и при этом они это делают не рандомно а каждый пошел строить свой сегмент стеночек которые то есть ближе к ним какой-то баг здесь был шо они не послушают да это разминирование видимо они могут разминировать не особо я этим никогда честно не пользовался то есть они наносят небольшой урон прикольно у меня включено это выражение 2 dps там было они могут что-то такое делать то есть они могут разминировать е-мое-е-мое-е-мое ой 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 кстати да цепная реакция может пойти из ним опасно пожаром может дамажить что-то продамаживать следующее разведчик аналог разведчика вот этого который самый крутой но практически полный аналог но при этом он быстрее двигается больше здоровья стоит дороже dps меньше радиуса таки кстати больше на себе и здесь у меня их два стоит в общем то вот этот он особенный вот этот который у ботов который самый дешевый самый крутой он не идет под воду потому что вода которая для амфибии здесь сделано она сделана так что почти все могут не ходить видите у него орудие остается над водой вроде как может и нет кстати дима орудия не остается вот здесь вот орудие над водой он может стрелять мы короче он не может погрузиться полностью либо это за хардкожина но этот разведчик он не такая имба потому что он не может водить но это тоже не может стрелять по гену он может хотя бы пересечь воду что довольно вар идти в горку они очень сильно замедляются а так никакой разницы абсолютно нету по воздуху пять процентов урона видит далеко полезный очень полезный разведчик потому что на радары радары здесь показывают не не точные данные . на радаре она гуляет то есть она гуляет относительно цели и то есть например если у вас вот этот юнит который стреляет точно в цель он на радаре будет полностью промахиваться а вот такие юниты у которых есть сплэш без радара они более эффективны однако вот эти ракетные юниты они могут промазать именно мимо цели но ракета можешь попасть на за цели и хоть куда-то там нанести урон большой сплэш флэш а точнее blitz блин по моему оригинальное название флэш вот это мега танк просто он скорость 109 наверное не знаю что есть вообще быстрее него радиус атаки довольно маленький дпс большой здоровье 600 то есть он стоит так примерно два бота но по энергии дешевле сравнение с двумя ботами дпс примерно как у одного бота скорость больше ну короче по сравнению с ботами два бота могут убить такого танка но не всегда но они быстро эти танки это если карта если вы играете один на один если карта открытая это просто просто спамить этих юнитов тоже они смогут и напасть и забежать только вот единственное что вот против турелей они могут быть не слишком хороши потому что у турели большой радиус все стоит дороже одной турели но выиграть нужно как минимум два лучше три не знаю что про них долго рассказывать по воздуху они тоже стреляют вот 27 это важно это важно потому что есть некоторые воздушные люди которые низко летают 4 ауе что внимание мало есть еще 15 процентов это блин и 15 12 процентов импульс господи эти статы еще пригодятся наверное edge у нас здесь сколько 15 процентов а вот у этого челика это что же 15 процентов ладно это влияет то есть видите вот этот кружочек маленький это и есть наши 18 сплэша нажимаем стоп вот большая ракетная установка нее кружочек побольше и при сплэш у нее больше а edge влияет на то что сколько урона получит цели на краю этого радиуса сплэш то есть чем дальше ты от взрыва тем тем меньше урона тебе наносит то есть если я поставлю вот эту турель здесь есть что-нибудь про edge видимо нет наверно стандартный для самоуничтожения ухты вот мощная мощность взрывается при самоуничтожении это кстати очень важно то есть при самоуничтожении некоторые юниты любит себя по-другому то есть обычный взрыв у нее был меньше как вы поняли увидели завода меньше всего урона нанесло этому чуть ли не 1000 урона нанесло то есть если на вас нападает большая группа танков то можно сам уничтожить турель для того чтобы убить их всех очень очень мощная вещь о чем мы остановились на вот этих танков лиц ладно пойдем по порядку хотя это сложно да это сложно вот у нас я нос видите большой сплэш выстреливают две ракеты они самонаводящиеся юнит сам по себе медленный стреляет редко перезаряжается там редко видит недалеко радиус приличный здоровье немного ракеты вроде как самонаводящийся по воздуху не стреляет совсем хоть и есть итак важная стата какая у нас была важная стата а тут она не написана вот юнит подвинулся вот это есть важная стата то есть если бы если бы нас атаковал этот юнит сейчас его не отбросила сейчас назад видели вот сейчас юнит его реально подбросила блин в воздух и и это часто очень сильно влияет в бою потому что это юнит который будет кайтить он может реально отбросить назад вражеский юнит вот этот юнит он еще тяжелый мелочь какая-нибудь или юниты у которых ну как-то плохо прописаны вот эти статы например именно ну или просто прописаны мелко эти юниты они просто отправятся в полет некоторые кстати он небольшой терраформе это такой сплэшевый юнит 240 масс станки а нет стал есть сплэш он у нас 24 тоже есть какой-то небольшой импульс чути с импульс не прописан странно я думаю импульс это как раз то что влияет на то насколько откидывает а он здесь не написанных стат он здесь игра все-таки сырая на самом деле игра реально сырая но уже очень много всего хорошего дпс 83 то есть он стоит в два раза дороже чем вот этот блиц но у него меньше дпс меньше скорость но зато 1600 здоровья дальше стреляет больше навесом стреляет иногда может как бы вот он реально стрелять над своим юнитом то есть если я скажу это делать вот этому он не стреляет через своего линии реально бывает полезно то есть если их много задней любит стрелять это основной боевой танк средний боевой как на открытых картах вот этот будет реально важен но например если враг построил защиту вот этот танк он то есть вот эти легкие турели про которые мы там говорили сейчас опять они стоят 85 масс они для этого танка как щепотка то есть своими стреляет ну блин это основные защитные турели их реально спамят вот прям вот так кучками и эти танки они могут их убивать турели более-менее эффективно хотя говорят про игроки говорят что турели выигрывают как бы но танков может быть много в одном месте а турели все турели во всех местах много не поставишь так арта то есть мы говорили про турели мы говорили про турели с дополнительным радиусом которые стреляют дальше ракетных ботов но ракетные боты могут обузить сплэш и у нас была вот эта турель которая очень дальнострельная она стоит 440 массы нее dps всего лишь 348 что на самом деле немало но она все таки стреляет она не слишком мощно то есть у этой 500 dps в двойной турели у этой турели 300 dps по командирам кстати вот написано вот сейчас посмотрим по командирам наносите 186 процентов урона по бомберам 6 процентов и кстати она стоит энергии для стрельбы целых 40 40 энергии довольно много то есть она стоит 85 а 40 энергии это извините меня это дело таких штук которые стоишь 155 масс ну конечно на карту с ветра можно построить ветряные генераторы вот он 37 масс все стоит но ветер он блин по-разному носить иногда просто вот понимаете вот от 2 до 20 ветер вот он сейчас падает ветер и если ты видишь что враг играет через ветер ты можешь в этот момент напасть и турели просто не будут стрелять потому что они реально вот потребляют вот вот я нажал стоп 600 у нас потребляется непонятно что его сейчас стреляют турели и потребление до 1000 выросло этот потребляет на 48 а это 75 но она видимо за выстрел пусть она мельчь мельчь не стреляет такие дела такие дела турели а мы говорили про артиллерию то есть небольшой радиус а именно 710 в этой турели радиус 620 то есть если кто-то строит такую турель ее можно вот этой 1 а то и ой нет и 1 артой можно аутренджить так тут ничего интересного вроде у нее нет до 52 а о е но интересного нет практически ничего в ней опять же с горы она будет стрелять дальше стреляет на ходу стреляет развернувшись назад по воздуху совсем не стреляет дальше антивоздух и ракеты раньше говорят вот эти грузовички блин бой то есть если здесь у нас 710 радиуса здесь 600 радиуса стреляется ракета на самонаводящийся урон очень маленький машинка очень медленная хоть и здоровье не 735 для такой цены нормально у нее хороший радиус обзору этой машинке то есть место скаута можно использовать проблема скаутов потому что если выделить всю армию послать армии вперед скауты бегут вперед и помирают ее можно вместо скаутов она также видит далеко по моему по воздуху если тебя бегут скауты она их ваншотит и самонаводящиеся ракеты то есть другие юниты они могут не попадать по скалу что у нас дальше по командирам кстати урон меньше а по воздушными там у него урон больше то есть она двойного назначения она реально может использоваться для атаки но также у нее хороший радиус обзора и она используется как и основной интервоздушный юнит другого интервоздушного юнита нет ну и есть какой-то танк амфибия я не знаю вот он залезет на горку или нет давайте проверим амфибийный тест то что я этого никогда не проверял так танк амфибия то есть если вам нужно зарейдить горку можно построить танк амфибий он естественно наверное хуже чем другое понятия не имею про этот танк ничего у него почему-то есть синий радиус синий радиус это обычный сонар до 180 сонара ну и он используется для того чтобы блин через воду нападать и это все у нас под один танком часто начинают с ботов а потом переходят на танки ну танки дороже бывает с ними сложно с 77 выглядит неплохо там 200 масс блин а этот 225 1600 а здесь 1200 gps меньше а о е меньше прочитаю просто ухудшенная версия танка но зато он может под воду залезать и на горы что немаловажно совсем немаловажно на некоторых картах есть горы на которых стоит стоят экстракторы и если ты играешь за этих за машинке нужно не забывать что ты можешь и зарейдить случае если там мало ну или например артой убить там турели а зарейдить этим танком и даже можно пойти построить там что на горе нужно не забывать что даже если ты выбрал танки горы не полностью закрыты для тебя следующее у нас идет воздух иногда 100 строит воздух довольно редко но по крайней мере в один на один 8 на 8 воздух конечно строит часто воздух у нас есть строитель строитель стоит много энергии очень много энергии строит стоит строитель и у нас 60 build power всего лишь и всего лишь 5 приносит он энергии по сравнению с другими отличается он тем что можно выйти в т2 воздух от других строителей но неплохой строитель тем что он может полететь реклеймить например на поле боя он может хорошо помогать например т2 инженерам он не такой дорогой как т2 инженеры он может использоваться как летающий строительный дрон на горах ставить радары можно есть горы на которые даже боты не могут залезать и такие горы например можно ставить радары на флоте у нас немного чего может он строить но может строить верфь то что инженеры обычные они часто не могут поставить вверх потому что где у нас вверх вот наверх иногда бывает что вверх то есть на настроить довольно далеко и обычный инженер может не да это быть нужно до центра здания по моему доставать и бывает полезно иметь этого он также справит может строить экстракторы под водой воздушными мост и можно выбрать если нужно построить экстракторы под водой можно выбрать вот этих вот чуваков за 150 массы 300 энергии. Но он пипец медленный. Особенно под водой. Он очень медленный. А если под водой будут горы, он же является танком. Он по горам очень медленный двигается. Бывает реально выгодно использовать не вот этих, а воздушных. Следующий воздушный юнит. Разведчик. Особо про него говорить нечего. По сравнению с Супримкой, он... Ну, то есть, есть радиус видимости, есть радар. Их можно легко посылать. То есть, вот так, там, так и сяк. Использовать их в качестве помощников обычным юнитам для того, чтобы иметь радар и радиус видимости можно, но они очень быстро дохнут. Когда они дохнут, они сразу прекращают давать радиус видимости и радар. То есть, не как Суприме. Трупики не скаутят. Если у врага будет даже любой обычный антивоздух, и ты не пошлёте одного разведчика вперёд, он просто ничего не увидит. Ну, то есть, он вот сдохнет там, где в него падут, и ничего не увидит. То есть, он как бы не так крут. Истребители. По истребителям мало чего могу сказать. Сбивают они воздух очень быстро. Я ими почти не пользовался. И они используются, чтобы сбивать бомберов ганшип и танцы. Ганшип. Это уникальный юнит для этой фракции. Кстати, видно, что есть распределение какое-то. То есть, он как дробовиком стреляет. Он может промахиваться. Он очень хилый. Он довольно дешёвый. Он маленького ДПСа. Он может стрелять только, когда он на определённом расстоянии от цели. То есть, он не может себе под задницу стрелять. Какого-то сейчас стреляет. Но не уверен. Но он постоянно любит двигаться вот так на максимальный радиус, чтобы уменьшить свою сволочку ДПС. Подожгли дерево, кстати. Он может убивать что? Масс экстракторы. Дело в том, что у масс экстракторов 175 здоровья. То есть, масс экстракторы и радары он может убивать. Он может убивать рейдеров. Если их много, он может реально справиться с чем-то. Он летает довольно-таки высоко. И в ответ вот этот бот, например, в ответ вообще не сможет, наверное, по нему стрелять. Танк в ответ сможет стрелять, но попадать он будет очень редко. И здесь вот эти вот 18% урона по в стол. То есть, убивать он его будет долго. Эти ганши. Ну и ганши, конечно, будет долго убивать, потому что, извините меня, 33 ДПС. Но он реально может оперировать без влёта в радиус. Вражеского антивоздуха. Но при этом, видите, он любит как-то летать как-то по-своему. Его не получится... То есть, он начинает крутиться вокруг цели. Не получится ховерить в одном месте вот так. Ховерить. И одновременно куда-то стрелять влево. Потому что он будет пытаться летать вокруг того места, куда ты стреляешь. То есть, он не прям супер-мега ганш. Бомбер. Дорого по энергии. Недорого по массе. Но по энергии реально дорого. Они вот так вот стреляют. И, кстати, можно то есть, развернуться резко. И даже скобровая бомбардировка. Можно стрельнуть, развернуться. Чего-то он не хочет разворачиваться. Видимо, он не разворачивается, когда бросают бомбы. Нет, вот сейчас развернулся. Одна из бомб улетела вот туда. Они очень хороши для уничтожения вот этих вот групп вот этих вот ветряков. То есть, их могут ставить вот такими группами эти ветряки. И эти бомбардировщики, они хорошо их уничтожают, когда он сел. Не уверен, что у этой фракции они лучше, чем хуже у других. уничтожение групп юнитов. Также, если короче, если у вас нет радара для чего-то, если у вас нет радара, то есть, вот, вне радиусе радара. Видите, зеленый это радар, но он, видимо, какой-то из этих лодок дается. Вот от этой лодки, от антиники плавучей. Дается радар, но гора закрывает эту фабрику от радара. Я не могу нажать правой клавиши. То есть, если нет радара, нужно только это самое делать. Их, к тому же, нелегко собирать. Группы, то есть, вот как мне их собрать? Я вот их посылаю просто правой клавишей. И часть из них начинает разворачиваться. И вот, давайте полетели влево. Какая-то уже взлетела группа, какая-то нет. И, к сожалению, это реально проблема собрать их как-то вместе. На самом деле, они могут садиться внутрь друг друга, там очень удобно. Но они не замедляются перед целью. Когда я жму move order, они не замедляются как в Supreme, они замедляются после того, как они прошли этот move order. И что мы делаем в этих случаях? Можно нажать правой клавишей по-моему на вражеский юнит и растянуть. И он просто сделает, прокликает правой клавишей атаку на все юниты. Можно взять ground fire, чем часто пользоваться. А можно, то есть, если цели слабые, можно нажать A и сделать вот так, и получится ковровая бомбардировка. Соответственно, если, я не знаю, если нужна ли не линия, по-моему, не, нельзя. Короче, если нужна не линия, просто делайте так, и примерно там базу уничтожен. Особенно хорошо взрывать строительные турели, я не паски не доказал, но ладно. Ну, блин, врагов нет. Как строить? Ой, ой-ой-ой! холдфайр. Холдфайр. Прячется. А, появилась. Да, вот эта фабрика у этой фракции дольше раскрывается. Че? 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 Видим, какой-то глюк читов, они не успевают достраиваться. Почините. Н давай. Итак, блин, а я их не вижу. Отлично. Ну, пошлем радар, пошлем этого самого. Пошлем разведчиков. Вот они стоят. То есть, нужно их убить, по-моему, а, нельзя. А вот Ария Атак есть. А, во, вот так. Вот, и они прокликались правой клавишей. То есть, это фокус файр. То есть, все, первый удар по первому будет. Нас, конечно, совершенно не устраивает, как я понимаю, вот если нам надо их всех убить, надо вот так прокликаться. вот они все умерли, один, правда, там был вне зоны доступа. У них очень мало радиуси видимости у этих бомберов, они почти слепые. Вот такие вот бомберы. мы на них остановились. транспорт. Транспорт этот, кстати, тоже очень весело. один транспорт видит. Транспорт стоит дешево. Грузить он может только одного день. Кстати, воздушник не может грузить. Так, на всякий случай проверил. Так, есть строительная турель. Он может ее грузить в строительную турель, например. Этот турель потом может лететь там в бой и реклеймить, чинить, чинить за бесплатно. И вот, а она еще и реклеймить может. То есть, можно переносить ее, чтобы она реклеймила лес. Туда-сюда переносить. Вот, например, у ботов самый крутой этот юнит Центурион. И его можно дропать там что-нибудь и все такое. Что нам можно здесь сделать? интересно. Ладно, не важно показывать там чужих на своих. На чужих на своих показывать очень-то неважно. Сколько нас? 18 транспортов. В общем-то, вот эти ботики, когда их много, правда, они могут реально надавать воздуху. Какой-то лаг сейчас происходит, у меня игра не ускоряется больше. То есть, здесь у нас 50 ботов. Я не уверен, что, кстати, что-то получится. И вот, если нам нужно много чего-то загрузить в транспорт, мы можем нажать вот так вот. То есть, вот, ну, команда по площади. Ну, shift. И вот так мы их загрузили. вводу, к сожалению, выгружать нельзя, но что мы можем? Мы можем, то есть, пойти к какому-нибудь командиру своему или чему-нибудь. Сейчас мы сделаем еще один транспорт. И спорить надо, что ли. Ладно, можно. Также захватывать можно внутри транспорта. Вот, я привез сюда строительные турели, она их реклеймит, пока они в транспорте. В общем-то, все, она их зареклеймила. И начинает реклеймить, начинает реклеймить лес. То есть, я опять делаю вот так и потом с shift-ом возвращаю обратно. И лазерные ботики зареклеймили. И также можно, то есть, перевозить своих юнитов, вот, нажимая вот эта вот загрузка по площади. Ну, и перевозить вот эти турели тоже можно, загружая по площади. Вот так вот. Это у нас самолеты этой фракции. Мы рассмотрели боты, танки и самолеты фракции ARM. Это самые основные юниты, которые используются. Дальше у нас идут ховеры. Ховерная фабрика стоит 1020 массы, 4200 энергии и в сравнении с ботами 620-1200. То есть, выходить в ховеры дорого. Часто с этой фабрики не начинают совсем. То есть, начинают с ботов, занимают всю базу, рекламят фабрику ботов и ставят фабрику ховеров, если реально нужно идти в ховеры. Но можно идти в ховеры сразу, если, например, у вас база очень маленькая, вы ее всю можете занять командиром. Можно выйти в ховеры. У армады, по-моему, тут маленький выбор юнитов. Ну, сравните с другой. Вот, туда чуть побольше. Вот, маленький выбор юнитов. Рейдер, вот, 85 масс, я про него ничего не знаю. Скорость написано, что, типа, большая. 114, кстати, очень большая скорость. ДПС неплохой, 59, градус совсем неплохой, стреляет по ним плазером. И нужна энергия для стрельбы. 6 энергии. У многих плазеров так. Следующий нас крокодил. То есть, это основной танк. Ховерный только. Довольно быстрый в сравнении с другими. Сколько? нет, смотри, надо же. ховерный аналог, ховерный аналог. Что у нас здесь? 175. Вот это уже неплохо совсем. По сути. По сути. Вот это уже неплохо. То есть, если вы выиграли где-то вот здесь воду, и вам нужно обстреливать базу, вот эти ребята, вот это уже на Т1. Вот такой радиус. 710. кстати, он равен радиусу арты. Так что, не так трудно. Но, с воды. 50 ДПС, у арты 45 ДПС. Стоит 175, арта стоит на 135. То есть, ховеры не супер. Ну, и нас антивозуру. Про антивозурус особо нечего сказать. Лайн в сайт 509. То есть, а, это тоже 509, 509, 509, что-то много. 830 радиус. Хороший такой антивоз. Блин, для Т1 это вообще очень мега мощно. И все. И у нас здесь инженер. Ховерный инженер. Довольно быстрый, довольно танковый. И он, кстати, может строить всякое разное тоже, что и амфибийный инженер, кстати, вот для воды штука. Эту платформу можно строить на воде. Кстати, интересно, можно ее строить на берегу, потому что не все можно строить на берегу. На берегу нельзя строить. Оп, она переключилась в наземный вариант автоматический. На берегу я его не могу построить, и на воде не могу построить. Пришел в воду, переключился на водный вариант. И тоже, вот турелька такая, турелька водная. То есть, мне не надо ни с ним подключаться. Радар такой, радар водный. Оно переключается. Что дальше? Крокодильчики. Вот они, крокодильчики. Все то же самое, но могут строить водные вещи. Про них, наверное, потом водные вещи. У нас уже больше часа давно растянулось это все. Мы рассказали только одну фракцию, и то совершенно поверхностно рассказывали. Хрен поймешь. Кстати, по субмаринам 50% урона. То есть, по субмаринам это по всему, что погружено в общем под воду. И это у нас первая фракция. Вторая фракция это у нас Core. Так, вот у нас командир, вот у нас фабрика ботов. У нее есть такой полубак. После строительства она какое-то время неактивна. У нее есть фишка, что юниты вообще могут проходить насквозь. Не знаю, почему не хочет это сделать. Не хочет. Просто так они этого не делают. Но вообще-то юниты у нее могут проходить насквозь. Я это точно видел. Не отстрою. И еще поставим. Я видел приколюху, что надо пройти сюда. Право. Эх, блин. Ладно, видимо, когда все остальные пути заблокированы, это так работает. Видимо, выдвигающиеся руки, то есть они какое-то время пикят, когда нужно что-то строить. Итак, инженер 120 строит. Я вот сам не знаю, я за эту фракцию не играл. Здесь 110. 7 добывает. пауэр 80. Почти дукорщит полный аналог инженера фракции Армада за какими-то маленькими изменениями, совсем маленькими. 1750 энергии, а этот 1600. Что-то здесь дороже, что-то дешевле, но по сути полный аналог. у него есть клешня, вроде бы она разворачивается приличное время, без сворота клешни, но это тоже ему надо морду поворачивать, тоже открывать голову ему надо. Дальше. Расхититель гробниц, прям так и называется. То есть это аналог вот этого резуректора Лазаруса. Он абсолютно все то же самое делает. Абсолютно те же 200 пауэра, абсолютно те же мюстрадар. И у этого есть радар. И стелс у него, и тоже он если надо он реклеймит. То есть если вы например наткнулись своим на вражеского, вы можете его зареклеймить. Но 200 пауэра но реклеймит он с такой же странности. какая-то захардкожная вещь. То есть для реклейма леса и камней он не является имбой такой-то. Реклеймит. То есть у него 200, а у инженера 80. Так вот захардкожный. В общем полный аналог. Грант в Тей, он известен как АК. Вот это не аналог. есть здесь как видите нет скаута. Грант это полу скаут полу боевой юнит. Он стреляет лазерами. Лазеры почему-то не требуют энергии в данном случае. Как и у других лазеров есть фишка в том что им на на 100% радиуса будет только 50% урона. Но он стреляет значительно дальше чем пешка пиви. То есть это АК и пиви. Сейчас мы их поставим рядом друг с другом. То есть радиус вот так вот отличается и они реально могут кайтить. Скорость одинаковая. Причем он дешевый. У него меньше ДПС 74. А ну да ДПС меньше плюс он уменьшается ДПС от того что это лазер. но 36 массы против 48. И ну как бы по массе за энергию он стоит больше энергии. И здоровье не очень поменьше. Поэтому в 1 на 1 он часто проигрывает что в общем-то и правильно так как он ну как он же блин дешевле. Их любят спамить много. ставить большие такие ряды окружать что-то прям вообще валить очень любят их спамить вообще просто но они не слишком нравятся потому что ну как бы когда их много они все еще имеют какие-то бенефиции из-за радиуса то есть они стреляют дальше чем многие другие юниты и они реально могут вот этих киви расстреливать сдалека или если там вот эти танки ты один они их тоже могут расстреливать издалека и то есть когда их много вражеские юниты могут не успевать подойти дальше агрегатор вот полный аналог того же самого другой фракции но честно это может быть не правда то есть я говорю полный аналог а может быть и не полный аналог понятия на вид абсолютно полный аналог единственное что радиус 475 давайте проверим 475 вообще полный аналог абсолютно то же самое неуказанные бонусы воздух здесь они указаны а нет ничего не понятно бонусов нет значит он против воздуха лучше чем другие дальше пошли саг 900 хп 140 масса а у этого надо узнать 130 массы 810 хп то есть вот это вот это вот фигнюшка это наш плазма бот то есть хп хороший урон хороший снаряды медленные стреляет далеко 380 радиусы у них у обоих где он где они где они где они вот 380 у обоих 60 dps они не слишком быстрые это 1.75 сейчас скорость их хорошо чинить у них есть сплэш то есть это такой средний боевой юнит и то есть они 3 таких могут развалить турель легко ну и антивоздух абсолютно то же самое что в другой фракции он просто амфибия может ходить по воде ой прикольный то есть он может быть под водой я не знаю будет ли он стрелять а как ходит а это по обычному прикольно прикольно так и это у нас боты этой фракции кор танки фракции кор инженер полный аналог инженер амфибия полный аналог штука которая минки кладет вроде как полный аналог полный аналог может быть другая цена скаут дешевле дешевле чем другой радиус вроде нормальный короче неплохая штучка он вроде медленновато разворачивается ускоряется разворачивается вообще ни о чем что это такое вообще то есть чтобы он хорошо разворачивался нужно вот так вот кликать получается странновато немножко но довольно дешевый инкерсор то есть это у нас полный аналог да полный аналог 230 радиуса а у этого радиус 180 то есть этот лазерный танк опять-таки может пройти танк фракции арм а у этого у гранта 240 вообще радиус то есть радиус меньше чем у танка но у танка радиус больше чем вот этого быстрого танка этот танк то быстрый у него 109 дпс целых здесь дпс 97 и он не такой быстрый и лазеры на полном радиусе наносит меньше урона опять же а вот это вот это вот у нас уникальный танк паундер то есть если здесь у нас вот эти самонаводящиеся ракетки ну-ка сплэш вон какой и он все взорвались эти эти внутри здесь примерно то же самое но только в виде танка сплэш тоже большой ну и большая скорострельность и дпс неплохой и он тоже отталкивает он отталкивает гораздо меньше чем тот юнит с ракетами но он останавливает он реально как будто станет юнитом он реально их останавливает то есть вот это вот отбрасывание которое он делает он реальный концерт вот это имба но он очень медленный но его реально то есть используют то есть вышли в ботов вышли в ботов настроили вот этих грантов там построили немножко этих на базе фабрику ботов за реклейм или 620 масс а на передовой построили фабрику вот этих танков и начали делать этих паундеров эти паундеры они разносят все из-за сплэш у них меньше хп кстати радиус атаки не слишком большой то есть у этого сколько у нас радиус у этого средний танк боевой полная нам другого танка 24 300 нет пусть мире до 350 радиус хоть 315 но радиус разница не такая большая вот она видна просьбить там ботов вот этот танк вот боты собрались он стреляет и вот так что-то как-то чересчур сейчас показала и не веришь так себя происходит на некоторых картах на некоторых картах неправильно настроены гравитация и поэтому такое происходит но вот он реально вот так вот так вот он их разносить их startup то есть и вот он вот это в два выстрела были по выстрел производит быстро станки это танки это мощь и у нас есть так и один арта полный аналог другой арты 702 страниц вот он стреляет лошадь то есть полный аналог ракет другой фракции тоже использовать воздушный линдер книг который видит далеко и опять же танк который может ходить по горам полный аналог того же самого другой фракции это мы посмотрели ботов и танков упор дальше смотрим воздух здесь инженер не буду строить полный аналог скаут не будет стоить полный аналог истребитель не буду строить полный аналог бомбардировщик говорят не полный аналог я не верю 5 бомб а за 3 4 5 тоже так дом как dps 87 dps 93 вроде как он чуть получше наши говорили чуть получше но практически полный аналог а вот это вот шурикен старое название блэйдвин посмотрите на них надо продемонстрировать это классная штука вот у нас 15 будет грантов сейчас и сколько шесть сурикена они не наносит урон так постер кенок идет транспорт полный аналог транспорта другой фракции но чуть чуть больше массы стоит кажется чуть чуть меньше энергии что мне больше чуть дороже и вот мы видим что здесь что-то такое вот нажимаем атаковать блэйдвингами нашими и они станет на 6 секунд они застанели сейчас всех можно нажать репит наверно и они всех застанели а он решил лечить и лечиться вот стоит типа лечиться на менее 30 хп и полетел лечиться на наш авианосец но еще представьте себе вот эти штучки ценой 50 массы налетает на вашу армию станет ее всю и подходит вражеской армии просто расстреливает вашу армию часто используют этих ребят чтобы станет забегание то есть это воздушный юнит быстрый им его используют чтобы станет забегание но также он летает очень низко него очень мало здоровья 76 то есть несмотря на то что у этих ребят у них меньше атака по воздуху они не промахиваются атака по воздуху всего лишь 16 процентов до долг до 16 процент оригинальной атаки и и вот не кстати видны вот эти видите 90 процентов 8 7 это вот как она станет сейчас то есть построить нового что но от новый которого не застанены не застаненный кажется за один выстрел он сразу его станет ладно значит это для других надо показывать сейчас вот фабрика за один выстрел не станет то есть на нее нужно три выстрела и когда полоска заполняется вот это то юнит станется на шесть секунд вот этим двейдингом и то есть реально представьте два игрока настроили армию потом а а фракция core резко переключается в шурикенов вот этих строит их там 20 штук налетает на вашу армию вы могли там не ожидать по шанти воздуха вполне может не быть в армии станет ваша армия нападает вы начинаете отступать получается что дарка часть армии которая застанена остается одна на передовой и расстреливают враг идет дальше станет станет дальше то есть вот это ой это такой крутой юнит у фракции пор это не посмотрели ботов танцы и возник фракции форма т1 коверы инженер полный аналог вот этот быстрее скорее всего полный аналог тоже стреляет лазером даже танчик почти полный аналог я думаю но стреляют да наверно полный аналог вот эта штука с ракетами полный аналог тоже но здесь есть вот это хаббер какой-то вот вот 3 900 хп стреляет лазером 75 энергии нужно 640 массы 13000 энергии то есть дорогой танк есть мощный может потанковать может его могут потом полечить мало ли но в общем вот это уникальный то есть юнит в ховерах за фракцию пор необычный аналог ничем ничем не отличающийся похоже правда статы другие написаны при смотрите line of sight 509 а воздушный line of sight 800 то есть самолет он видит далеко а здесь это по-моему не про а прописано блин а чек я слепой все одинаково это мы посмотрели все наземные обычные 31 юниты есть еще не совсем ты один юниты а есть корабли тракция arm инженер вот у нас инженер он может строить в основном только водные вещи водный генератор приливной водное хранилище водное эти самые турельки те же самые это турелька ставится на берегу и она пуляет торпеды под воду то есть прикольно артиллерия нет аналога водной артиллерии аналога камерами и все инженеры амфибии вот вот эти то есть ребята они могут строить нас только экстракторы под водой и верфи а вот инженеры амфибии ховерные инженеры они инженеры корабли они могут много чего другого строить водного то есть вот эти ресурсные постройки водные они могут строить и вот эти комплексы то есть это вводные анти воздушных водная воздушная фабрика и водная фабрика амфибии здесь строится амфибийный инженер дикой командир это то есть фейковый командир кстати как он взрывается интерес не имею в урон есть или нет нет урон странно были искры по моему за фракцию арм не искры а конфетти давай сразу взрывать посмотреть на мостин урон я точно помню были конфетти под водой конфетти не работают ну так вот ладно здесь есть какие-то другие самолеты они как пить и дороже и написано было что они еще и лучше чем он может если что-то отличающие ничего нет отличающегося на при этом он другой а нет он может строить водные он может строить все водное а наземные не может то есть он может строить не только все и наземные но и все водные то есть он реально может построить генераторы водные сонары и радары турели ховеркрафт но хотя ховеркрафт и тот может строить но не может выйти в т2 воздух это странно что он не может выйти в т2 воздух а цена 140 билд пауэр 75 а у этого билд пауэр 60 ну ладно сбалансировано но не может выйти в т2 дорогой бомбардировщик торпедный ганш и истребитель разведчик и это то есть и эта платформа а вот эти fire at will это настройки которые для юнит которые выйдут если что она всплыла то есть вот она сейчас под водой до или не полностью водой и при строительстве она всплывает ганш а нет вон она всплыла как погрузить не пойму а нет она была погружена все извините и так это у нас то есть аналог т1 юнитов но водных так здесь у нас все амфибии то есть т1 танк т2 танк еще какой-то очень тяжелая и гиблин надо разбираться может и два сначала посмотреть здесь доступны некоторые т2 юниты здесь тоже вот бомбардировщик выглядит довольно мощно например ложный командир он строится в этих самых т2 строится именно воде кстати конвертер водные стеночки конечно больно подводные строения тоже прикольно но эти конвертеры массовую энергию строится над водой то есть они более уязвимы это у нас фракция core самолеты и ховеры вот у нас фракция arm то есть то же самое практически но здесь нет сверхтяжелой амфибии вот этой за 1000 масс 200 fps 5600 здесь обычная амфибия т1 т2 антивоздух зато т2 антивоздух есть ну и все то же самое разные ховеры самолеты все вроде как то же самое примерно те же самые самолеты нету крутого бомбардировщика но хотя нет он тоже и здесь все то же самое нельзя выйти по этим самолетом флот 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 констрактор проговорили про констракт он может строить эту платформу я показал эту платформу он может строить ховер крафт платформу ваш стой т2 флот может строить всякие флотовые другие штуки здесь build power генераторы хранилище превращатели энергии в материю дальше субмарина резуректор то есть эти самые воскресители реклеймеры только субмарина довольно довольно круто потому что и то же самое она может чинить она может воскрешать она может реклайнить и стелс не написано чтобы не был стелс стелса нет но это субмарина и и от этого сложнее заметить здесь есть скаут опять-таки за 150 масс и вот это довольно эффективный юнит 122 dps написано что у него стелс и есть антивоздух я слот мало использовал второй у нас вид вот с иконочкой с треугольничком это то есть быстрый скорость у нас 105 скаута скорость я на 93 то есть это корвет быстрый атакующий юнит то есть аналог вот этого а где он у нас я его куда-то увел аналог вот этого основного бота даже стреляет так же дальше у нас идет фрегат скорость уже еще меньше 81 но кстати разница не такая большая уже стреляет нормальными снарядами от этих снарядов можно вернуться уже хп побольше но очень аналогично тому что на ботах то есть быстрый юнит есть разведчик есть вот вот более боевой юнит но разведчик выполняет функцию еще и антивоздуха дальше идет а ты гад я по нему рассказал вот как лучше фига 300 масса destroyer вот destroyer уже есть торпеды destroyer уже отличный радиус 700 но он дорогой что еще про него можно сказать да не знаю чё про него сказать дорогую и в основном его строишь если у врага есть субмарины либо нужно если убить что-то под водой например экстракторы они же под водой то есть предстоит марина дорогая но очень destroyer он против субмарин 2000 хп вот субмарину не 760 хп вот она радиус не такой большой дпс неплохой 85 у этого дпс 246 марин стоит 440 масса у них мало хп вот субмарин но построить вначале их можно для того чтобы охотиться за этими легкими юнитами очищаться от них но скорость составляет желать лучшего всего лишь 63 пусть это боевой юнит но скорость маленькая в общем-то это все юниты на флоте у арм флот core то же самое субмарина резуректор строительный инженер быстрый юнит но кстати не антивоздух а вот есть скаут ага скаут здесь дальнострельный и похож на вот эту машинку которая стреляет самонаводящимися ракетами то есть очень низкий дпс написано 92 однако это 92 имеется ввиду например против бомберов то есть 225 то есть нужно делить на два с половиной fps 800 хп неплохо но в общем вот так он стреляет это сама не по моему самонаводящийся ракет но если кайтить довольно долго то в итоге может неплохо получиться радиус очень большой есть на у нас и вот нас аналог получается вот это там вот этого аналог аналог аналога не должны примерно одинаковые вот стреляет плазма снарядами то что это плазма снаряды это важны тоже потом весь несколько то есть видит а так вот она на риттает ну и destroyer дороже но по сути то же самое и субмарина дороже но по сути то же самое абсолютно нет у нее есть сонар то есть аналог аналог очень про флот вроде рассказал но я мало воевал этим флотом возможно пишешь не знаю за фракцию корпус я вообще не играл ну что ж наверное на этом все потому что видео уже слишком длинная мы показались на этом видео все ты один и дальше то есть нас два юнита и здесь уже или другой тип атаки здесь есть юниты которые могут ходить по любым горам прикольный есть ли на на лакс катиса стреляй застрял радиус тоже отличный но это дорогущая штука ты один транспорт или не переносит она очень медленная разброс очень большой но и дпс 700 это очень много для артиллерии 80 а о е то есть нормально болен хочется рассказать и про т2 юнитов но наверное видео и так слишком не знаю рассказываю я наверное я очень неподробно рассказывал потому что для каждого юнита как бы есть его применение вот всякие там фишечки и как ты двигаешься кайтишь как он разворачивается то есть например из тебя группу вот такая этих ботов а между ними хоть по это место там остается если тебе нужно бороться с танками которые стреляют этими плазмами дить я не слушаю соответственно выбрав немного можно вот так уворачиваться сейчас радар не видит линька за горой то есть просто делая вот так можно уворачиваться как бы они все равно будут и строим ну кстати насчет строй если у вас есть этот танкиев да по-моему можно зажать control нет не конку аль и они так и будут идти строим да нет не будет спорили бешок не так нажал жмем стоп делаем этот самый в нем аль видимо ли альт это линьи интересно что смотря вниз он не может стрелять так долго нет ладно я уже начинаю изучать что ладно т2 юнитов значит будем смотреть следующий раз получается ни у одного т2 юнита не было переключателя режима атаки низкая траектория высокой траектории я у нас вся артиллерии да да не подключателей здесь не было жаль нельзя ускорить побольше где мой командир давайте попробуем замедлить дру выделить все кроме командира ну ладно пофиг выделяем все подмет самоуничтожение здесь где-то самоуничтожение нажала два ага что-то здесь застанилось да понял понял они тоже муешь они застанились за на 2 вот конфетти то которая говорил ну ладно это не совсем когда юнит застанет его нельзя самоуничтожить самоуничтожение часто используется для того чтобы не оставить реклейма как видите самуничтожен не оставляет реклейма здание при самоуничтожении обычно взрываются сильнее чем обычно попробуем все-таки спорить у нас скорость 20 да тут то есть есть терраформинг кстати скорость 15 видимо то что я все настроил в игре и просто сам уничтожил уже как-то влияет на игру я пусть выставил максимальную скорость 20 но она не увеличивается ну кстати терраформинг похоже не работает на воду или по крайней мере работает хуже попробуем взорваться в воде наверно тогда здесь мы гору вроде бы чуть-чуть какую-то дыру делаем но терраформинг работает не идеально посмотрим будет ли яма от взрыва в воде по моему да яма образовалась все мы проиграли надеюсь видео было узнавательным и хоть что-то было понятно но самое главное наверное посыл это что здесь черти сколько унитов мы рассказали только про т1 и очень поверхностно и во вторую фракцию я даже и не играл почти только играл против нее вот такие дела